Здравствуйте, дорогие друзья и все любители польского языка. Меня зовут Андрей Таран, я представитель проекта Poland Work4U. И в данном разделе видеоблогинга мы начинаем новую тему изучения грамматики польского языка. Всем, кому интересно, поехали! Итак, сегодня наш первый урок, первый вводный урок, на котором мы с вами поговорим, так сказать, об основах. Об основах построения предложения, то есть, без чего практически в любом иностранном языке невозможно построить предложение. Это глагол быть. Глагол быть. В польском языке это глагол быть. Это, в принципе, один из самых важных глаголов в любом иностранном языке, как бы то был английский, немецкий, французский. То есть, в каждом языке нельзя сказать просто, как, например, у нас «я красивый». В этих языках говорится «я есть красивый», «я есть умный». То есть, употребляется именно такая вот конструкция. Итак, пройдемся по основным формам глагола быть в настоящем времени. И, как вы могли заметить, личностные места. Местоимения я, ты, мы, вы в данных примерах показаны в скобках. Это потому, что в речи данные местоимения могут упускаться из вашей речи. Например, можно сказать, я jestem интеллигентный, я есть умный. Либо можно просто не произносить я, местоимение я, и просто говорить, я jestem интеллигентный. То есть и так, и так будет правильно, и из речи просто иногда это упускается. Но местоимения нельзя опускать, если на них падает логическое ударение, только в этом случае. И хотел бы добавить вот такое вот замечание. Как вы заметили, везде есть я, ты, он, она, оно, мы, вы. Но только в самом последнем примере, они, они, сон, то есть они, они, тут как бы две формы. В отличие от наших языков, в польском языке это преподносится в двух формах, которые соответствуют местоимению они в русском языке. Но здесь местоимение они применяется только для обозначения лиц мужского рода. А вот они для обозначения лиц женского рода и остальных существительных. То есть в любом предложении, где будет у вас мужской род, вы употребляете они. Где нет ни одного мужчины, то употребляется они. И вы можете меня спросить, а как же все-таки построить так же отрицательную, либо вопросительную форму в польском языке. Итак, что касается отрицательной формы, то если мы хотим сказать я не дома, то по-польски это будет звучать так. Я не естем в дому. Либо же, как я говорил перед этим, упускаем местоимение я и просто говорим не естем в дому. Отрицание в польском языке, как вы уже поняли, передается с помощью частички не, и она всегда ставится перед глаголом. Например, он не ест в школе. Он не в школе. Все очень просто. А что же касается вопросительной формы, то здесь уже происходит полная аналогия с русским языком. О чем хотим спросить, то и выделяем интонацией. Либо так же вопросы можно задавать с частичкой ЧИ, но можно и без. Это аналог русскому ЛИ. ЧИ естешься джичай в дому? ЧИ естешься джичай в дому? Есть ли вы сегодня дома? ЧИ. Но можно так же выделять просто интонация, как было в первом примере. Это, в принципе, основы глагола быч. Конечно же, еще есть прошлое время и будущее, но о них мы поговорим немножко позже. А, так сказать, для первого урока я решил изложить только эти основы. Основы, чтобы можно было создавать представление о польском языке, о произношении, о построении предложения и все такое прочее, дабы не перегружать ничей мозг. Итак, всем спасибо за просмотр. Кому было полезно это видео, кто подчеркнул из него что-то новое и интересное, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. У кого будут дополнительные вопросы, все вопросы можете писать. Я оставил контакты в описании ниже. И всем удачи в начинании изучения польского языка и исполнении их планов, так сказать, кто будет ехать с целью работы, кто с целью учебы, кто же с целью жизни. Что не могу не заметить такую тенденцию в последнее время, постоянно увеличивающуюся людей, которые, так сказать, эмигрируют. Хорошо, всем спасибо за просмотр, всем хорошего дня, всем до свидания.